Дмитрий Александрович, в рамках Харктическо-образовательного форума тема вашей лекции «Как вести диалог с цифромыми детьми, родителям и педагогам». Осознают ли учителя, насколько изменилась жизнь, насколько изменились дети? Совершенно точно осознают, потому что у учителей тоже есть дети, логичным образом, да. Поэтому, конечно, они понимают, что это изменение не просто случилось, оно еще продолжается, мы в процессе этого изменения и к концу ему, видимо, тоже не будет. Другой вопрос, что наше понимание, в том числе и механизмы работы с этими детьми, они, естественным образом, отстают. Есть большая потребность найти эти универсальные ключики, разнообразные к цифромым детям. Не то чтобы совсем универсальные, но главный универсальный принцип, наверное, это, как и прежде, прямой контакт и диалог, доверие между учителем и учеником. Это, наверное, самый главный механизм, который никак не меняется на протяжении тысячелетий. Все остальные цифровые штуки, они могут использоваться и, наверное, уже используются очень часто. Если через мем можно донести до ребенка информацию, то он вполне может появиться и на доске. По плану рука будет выглядеть именно так, из мемов, да? Ну, некоторые не помешали бы, потому что они хорошо запоминаются детьми. И некоторые вещи... Ну, вообще история в этом смысле... Ну, не только детьми. ...и общественное сознание, да, оно, как-то, знаете, построено на тех или иных больших или малых мемах. 90% людей в нашей стране, вспоминая о «Ледовом побоище», вспоминают фильм «Ледовое побоище», который весь, целиком состоит из мемов, на самом деле, если его сегодня разобрать. Другой вопрос, что за этим дальше должен уже идти и процесс выстраивания у этих цифровых детей, давайте так это скажем, каких-то моделей, структур критического мышления. У них с этим есть проблемы, они неизбежностью сразу с самого рождения оказались в очень хаотичном цифровом информационном пространстве. И задача в этом смысле учителя, препедагога, да, помочь ребенку вот эти самые модели рабочие выстроить. Мы не можем сказать, что думать, мы можем сказать, как думать, чтобы получать более или менее релевантный результат каждый раз в процессе мышления. Я в этой связи как раз очень поддерживаю идею о том, что в школу нужно возвращать логику, бог с ней, с диалектической, хотя бы формальную для начала. В школу появляются новые технологии, цифровые технологии, интерактивные доски. Помню каждому ученику нетбук, через который можно будет взаимодействовать уже с учительским компьютером, она будет давать задания. Складывается впечатление, что вот эти все цифровые новшества, они используются, ну, не в полную силу. Может быть, потому что не все педагоги все-таки готовы работать с этими как раз новыми цифровыми технологиями? Это нормальный поколенческий переход. Я родился в мире, в котором не было сотовых телефонов, например, да. И очень многие педагоги родились в этом мире. Для них и для меня сотовый телефон – это один из инструментов, примерно равный по эффективности молотку. А для ребенка это часть руки, это часть его мозга в полном смысле слова. Он так и воспринимает это. Наверное, постепенно и мы догоним их в этом смысле, по крайней мере, какое-то общее взаимодействие выстроим. Ну, а потом просто естественный процесс смены поколения, он приведет к тому, что они тоже через 5 лет придут в школу. И там те педагоги, которые молодые сегодня, приходят в школу, они… Так же будут доставать вот сегодняшние? Да, да. Все-таки у них-то процесс развития идет быстрее, чем у нас. Нам не догнать никогда? Не совсем. Все-таки сейчас процесс цифровизации идет, но не такими темпами. То есть качественный переход случился на моменте 90-х, 2000-х. Дальше был всплеск развития. Сейчас немножко подтормозилось все и с точки зрения новых технологий, и с точки зрения вообще общей этой глобальной реальности. Сейчас она развивается, что называется, вширь уже, а не вот такое критическое изменение. Да, технологии появляются. Вот сейчас большой взрыв вокруг нейросетей. Да. Как это будет работать дальше, мы тоже не можем пока осознать. Но немного жутко становится, на самом деле. Жутковато, да. Огромное количество фейков, которые уже настолько визуально не отличаются от действительности, что мы будем сейчас вырабатывать какие-то модели. Но общая структура от этого мышления не меняется. Критический научный подход к реальности, он помогал человеку последние несколько столетий, ну, собственно, создать все эти цифровые технологии. И жить внутри этих цифровых технологий тоже нужно вот с этим самым классическим научным подходом. Да, логическое мышление, приоритет рациональности над эмоциями. Эмоции важны, но если они становятся на первое место, мы превращаемся в эмоционального робота, да, которым очень легко управлять с помощью его эмоций. Там, показал веселую картинку, ха-ха, показал грустную, да, заскучал, проголосовал против, да, порадовался, проголосовал, не хочется. Вот, поэтому, в общем, учитель как раньше формировал мышление, главная задача учителя сформировать мышление ребенка, сформировать не, чтобы нам не рассказывали несколько лет до этого, не потребителя информации, да, а человека, способного с этой информацией полноценно работать, то есть человека-творца, да. Вот, если мы это поймем, а учителя, я думаю, лучше это понимают, чем много кто, вот, то все будет замечательно. По-другому, но замечательно. То есть и система, получается, сам учебный процесс нужно менять кардинально? Противоречивый процесс реформы в российском образовании безостановочный. На каком-то этапе он действительно перешел в стадию, когда, да, вот была введена система ЕГЭ и так далее. В задумке очень неплохая, но на каком-то этапе частично это превратилось в экзамены ради экзаменов. Да, и отчетов. И отчетов, да. Вот от этого нужно отходить и постепенно, естественным образом будем отходить, потому что совсем недавно выяснилось, что из слайдов невозможно создать промышленность. Это совсем недавно? Да, совсем недавно выяснилось. Поэтому у нас, видимо, будет опять отход на новом диалектическом витке к более производящей системе образования, производящей инженера, прежде всего, да, человека, который может создавать новые технологии, идеи. А для этого придется изменить систему подготовки в школе с большим упором на математику, физику, черчение неожиданным образом. То есть оно вернется? Черчение вернется? Я думаю, да. Думаю, вернется. Все-таки точные науки побеждают. Человечество доказало на огромном количестве примеров за последние полтысячелетия, что общество, в котором научная парадигма мышления превалировала, над обществами, в которых другие парадигмы мышления превалировали, конкурентно более успешны. Если ты можешь сам полностью создать свою собственную науку, свою собственную промышленность, технологию, то ты побеждаешь. Если нет, ты становишься колонией. Все очень просто. У нас всего два выбора. Теперь из школы перейдем домой. Здесь у нас страдают родители. Как все-таки найти взаимопонимание? Мы можем друг другу показывать наши миры. Они отличаются друг от друга. Но если ребенок будет понимать, что тот мир, в котором живут его родители, тоже интересный, в нем есть лес, в нем есть, не знаю, лодка, еще что-то. Не из пикселей. В нем есть спорт не из пикселей. И землю можно копать не только в Майнкрафте. Если все это как-то будет сочетаться, то никаких проблем не будет. Я думаю, что тоже это постепенно будет выстраиваться. Я просто хотела пошутить по поводу того, как друг друга понимают. Нам тоже зарегистрироваться где-то? Как говорится, зарегаться? Вообще не лишним было бы зарегаться там, где зареген твой ребенок. Оно всегда полезно. Но по-другому не увидеть мир, в котором они сейчас живут. Во-первых, не увидеть. А еще очень важно, что если это то, что называется культурное пространство, все-таки надо пытаться их сближать. И здесь на родителей, конечно, большая ответственность. Потому что он, в отличие от ребенка, знает, любит, практикует. У него уже мозг сформировался полностью. И он может ребенку помогать в этом смысле. Здесь задачу с родителями никто не снимает. Когда ты наказываешь ребенка, если он не делает то, что тебе нужно, как раз забрать гаджет, отключить интернет, забрать ноутбук с планшетом. То есть не запрещать. Наверное, это тоже надо делать. Потому что если у ребенка не забирается планшет, он опять же, с учетом того, что у него система торможения чаще всего отсутствует, ну не чаще, а физиологически просто отсутствует. В силу возраста. В силу возраста, да. Он не может остановиться. Ребенок не может остановиться. Ему нужно, ну как бы ему надо давать что-то взамен. Если ты у него отобрал гаджет... Взяла за руку, повел в свой мир, видимо, в спорт, в лес и так далее. Да, ты ему его отбираешь, но ты ему даешь что-то другое взамен. Через какое-то время, опять же, как это всегда работало и будет работать, ребенок начнет лучше понимать и разбираться в мире родителей. Я в этом смысле очень люблю древнеегипетскую поговорку про мальчика. И обучение. Уши мальчика на задней стороне спины его. Ну вот, да. И вторая цитата, которую, наверное, тоже можно было здесь уже в самом конце повесить, это цитата композитора Баха, когда его спросили, как вот вы достигли такого мастерства. Он говорит, я просто очень много сидел и занимался. Вот ничего в этом смысле не поменялось. Цифровой мир — это оболочка, но внутренние механизмы, они по-прежнему человеческие остаются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...